Здравствуйте! С вами сайт xf-russia.ru В первую очередь я хочу поздравить всех администраторов форумов, которые работают на форумном движке Xenfora с тем, что наконец-то закончился судебный процесс IP-brands Xenfora и ролик «Положительную сторону Xenfora», о чем сегодня сказал Кир Дарби. В общем, это очень хорошо. Xenfora продолжает развиваться. Скоро должна выйти новая версия Xenfora. Об этом тоже все расскажут на официальном сайте. Также на нашем сайте форуме xf-russia.ru Да, и с 4 по 11 марта лицензия на Xenfora будет продаваться по сниженным ценам. То есть раньше лицензия, ну как бы и сейчас она стоит 140 долларов. И вот неделю с 4 по 11 стоимость будет 110 долларов. Так что снова еще раз поздравляю всех. Очень приятная, хорошая новость. Начало весны. В общем, ждем от разработчиков новых версий, новых функций. Ну, а в этом видеоуроке я хочу рассказать о том, как правильно делать резервную копию форумов. Как их файлов, так и их баз данных. Делать это все буду на живом форуме. То есть не на локалке, как обычно. Это все будет происходить на живом форуме. Ну, чтобы как бы было нагляднее и вдруг у кого стоит, допустим, такая же панель управления хостингом и так далее. То есть вам будет понятнее, чем я это буду делать на Денвере, у которого там, ну, который работает на Windows. У него там настраиваются атрибуты папок, там, файл и тому подобное. Ну что, приступим. Открываем наш форум. Ну, представим, что на этом форуме там большая посещаемость, ну, или такая средняя, много тем, сообщений и так далее. Не важно вообще. Так, ой, сори, этот форум у нас сейчас закрыт. Закрывал специально от спамеров. Ну, и как бы он у меня больше такой для тестов, этот форум. Так, открываем его. Переходим на главную страницу. И, в общем, у нас задача. Да, ну, многие, я заметил, что многие администраторы по каким-то причинам, да, которые обращаются там с заказами ко мне, там, коллега мои, я вот замечаю, что очень многие не делают резервную копию баз данных. Ну, так же файл. Понимаете, в чем тут дело? Если, не дай бог, случится что-нибудь с вашим форумом, а вероятность этого есть, потому что, ну, к примеру, что-то может случиться у постинг-провайдера. Например, взгляд, там, венчестеры или какое-то оборудование, да, ну, произойдет какой-то сбой, там, в дата-центре. И если вы не делали резервную копию баз данных, да, и файлов, то ничего, кроме как геморроя, вы не получите с этого, потому что, если, не дай бог, там побьется база данных или вообще, как бы, исчезнут базы данных, повредятся, да, каким-то образом, в связи с этими сбоями, то, с чего, как бы, восстанавливать ваш форум? Нет резервных копий у хостера, в лучшем случае, если он их и найдет, то, к примеру, там будет какой-то трехнедельной давности и так далее. Ну, это, как бы, очень и очень плохо. И не стоит надеяться на хостера, даже если у него есть такая услуга, как, там, к примеру, еженедельный бэкап, да, который вы настраиваете. Лично я делаю сервизированные копии всех, вот, ну, там, сайтов, своих форумов клиентских. Я делаю всегда вручную. Ну, как бы, я скачиваю это, делаю все на компьютер, храню на компьютере, на хостинге я это делаю не храню. Ну, и плюс на компьютере я вот эти все такие важные данные сохраняю потом на внешний жесткий диск. То есть, у меня, как бы, про запас еще я бы каплю потом на внешнем инчестере. То есть, вот, смотрите, еще какой нюанс. Самое важное вообще в сайте, в форуме, да, который работает с базами данных, то есть, на базе данных, а не на файлах, на файлах. Это база данных сама по себе, потому что, если, к примеру, у вас пропадут файлы форума, то их можно будет восстановить. Да, то есть, база данных у вас есть, вы заливаете, ну, или там, дамп, то есть, дамп, резервная копия базы данных у вас есть, вы импортировали эту резервную копию базы данных, залили файлы Xenfor, именно самого движка, там, поправили конфиг, прописали доступ к базе данных, и все. То есть, вы можете зайти в админку, у вас будут сообщения, будут темы, да, не будет вложений, не будет, там, картинок, ну, там, аватара, допустим, да. То есть, вот таких, именно, как бы, файлов самих, которые были, там, залиты пользователем, и тому подобное, их, конечно, не будет, там, стиль, к примеру, какой-то у вас стоял оригинальный, но это не такая проблема, как, допустим, если у вас не будет резервной копии базы данных. Вот если база данных у вас, там, как-то пропадет или повредится, да, то это очень, как бы, печально, потому что, с чего все восстанавливать? Как бы, не с чего. Понимаете, файлы вы зальете, но вся эта информация хранится в базе данных, то есть, вот, там, посты, пользователи, темы, разделы, настройки, там, и так далее. То есть, все хранится в базе данных. Поэтому, это самое важное, что можно делать, это резервную копию базы данных. Но, конечно же, и файлов очень желательно, потому что обидно будет, если пропадут какие-то вложения, да, ну, самое важное, это вложения. Аватары, как аватары, там, пользователи, каждый сам себе может потом перезалить. Вот вложения, особенно на форумах, на которых, там, размещают какие-то мануалы, полезные статьи, то есть, будет очень обидно, и человеку, даже разместившему, там, ну, я не знаю, например, там, 25 каких-то статей, ему будет очень тяжело потом возобновлять эти всякие, там, фотографии, или файлы с мануалом. То есть, но база данных все-таки важнее, потому что, если у вас не будет базы данных, и, ну, были такие случаи, вот, на моей практике, на, когда по вине, там, хостера, или человек случайно, каким-то образом, он зашел в PHPMyAdmin, выбрал все таблицы и грохнул их. Он думал, что у него, там, где-то лежит и зернокопия на компьютере, он туда, ну, или, там, на хостинге, а ничего нет. Вот такой именно случай у меня был один, когда у человека, по своей ошибке, вот, сделал, удалил базы данных, и обратился ко мне потом, ну, как бы, я ничем не смог помочь. Ну, с чего, я же с пальца не высоснул, да, всю эту информацию, которая была на его форуме, волшебной палочке, ну, нет. Поэтому человеку просто пришлось заново, заново открывать форум, ну, то есть, с нуля, как бы, восстанавливать. Файлы, это не проблема. То есть, файлы не проблема, обидно, ну, я, как бы, повторюсь, да, не может. Так что, ну, все-таки нужно делать. Поэтому в этом видеоуроке у нас такое большое вступление, ну, оно важное на самом деле. Этот видеоурок, я так думаю, на часик, наверное, где-то затянет, но вступление это важное, потому что, ну, очень много ошибок делается, да, и как-то вот люди не понимают этой всей важности, ну, им там-то времени нет, то еще что-то, то не забыли. Ну, это же ваш сайт, ваше детище, поэтому за ним нужно, как бы, так вот следить. Поэтому, когда он у вас работает, все хорошо, но, как бы, вдруг случается какая-то проблема, потом будет очень обидно и десантно. Поэтому в этом видеоуроке я вам расскажу, как делать резервную копию базы данных и резервную копию файлов со своей стороной. То есть я не претендую на какую-то оригинальность или еще что-то. Я расскажу, как делаю это я. Я, ну, как бы, человек немножко перфекционист и люблю экономить свое время. Поэтому, как бы, и показывать я буду те методы, которые экономны по времени. Ну, может быть, какую-то процедуру я покажу с двух сторон, да, как можно делать так, как можно делать по-другому. Итак, поехали. Резервная копия форума. То есть это относится даже и к сайтам тоже, но так как у нас форум посвящен, наш форум посвящен форумную движку Xenfor, и все это я делать буду на, соответственно, таком же движке. Что я хочу сказать. Резервную копию форума желательно, конечно, делать в вечернее или ночное время. То есть не в дневное. Почему? Ну, вообще, в зависимости от контингента, да, то есть от ваших пользователей. То есть, как бы, в каком-то часовом поясе работает форум, потому что вы, может, там живете в Москве, а сделали форум у вас, допустим, для американцев, к примеру. Поэтому нужно подстраиваться под них. Ну, неудобно будет, если вы будете делать резервную копию форума там в дневное время. Форум-то нужно обязательно отключить. Я объясню, почему. Форум нужно будет отключить. Это не совсем комфортно, как бы, для пользователей, потому что пользователь может в это время набирать сообщения, там, создавать какую-то тему с большим количеством текста, там, картинок и так далее. Он нажмет кнопку отправить, и ему тут бах, извините, наш форум закрыт. И, как бы, он очень обидится, да. Да, но это не сохранились у него в черновике нигде. Поэтому делать это лучше, конечно, когда уже такой спад посещаемости пошел. То есть, выключать форум нужно потому, потому что, сейчас, секунду, давайте все-таки представим, вот, у нас работает форум, там, на часах, к примеру, там, 23.00. Как бы, время вы сами определяете. То есть, я в этом плане, я, как бы, не даю там наставлений. Это сугубо ваше дело. Хотите днем, отключайте, пожалуйста. Делайте днем резервную копию, как вам удобно. Но, ну, просто объяснил, какие могут быть минусы, да. Это, именно, такое восприятие, как бы, пользователей, ну, не очень позитивное будет. Так. Идем на стройки. Открытие и закрытие форума. Снимаем птичку. И сохраняем изменения. Все. Мы закрыли форум. Сейчас увидим такое объявление, что форум, ну, на данный момент закрыт и так далее. Для чего это нужно? Почему нужно закрывать форум? Дело в том, что когда мы будем делать резервную копию базы данных, если мы не закроем форум, в это время, понимаете, может регистрироваться какой-то пользователь. или уже существующий пользователь может писать кому-то там личное сообщение, да, ну, то есть участвовать в переписке. Создавать тему там, сообщение, какое-то вложение добавлять. И вот в это время, во время выполнения резервной копии, она-то не делается там за миллисекунды какие-то. Она делается там секунды или минуты. Это все зависит от размера базы данных там и, как бы, так скажем, мощности вашего хостинга, сервера. То есть на это затрачивается время. И когда, к примеру, на этапе резервной копии таблицы там XF-Post, да, будет идти резервная копия, и в это время человек будет набирать сообщение, а тот, о, бесперебойник там что-то классного, что-то у меня с напряжением. Ну, ничего, терпим. Так, сори. И вот этот инструмент, которым мы будем делать резервную копию, ну, как бы, к любому инструменту относится, он может не спохватить, как бы, то сообщение, которое там отправил человек, или же он кусочек этого сообщения захватит. Понимаете, это некорректные данные будут. То есть вот таблица, ну, как бы, по алфаве туда идет пост, потом там трэд, то есть тема. Пост будет отправлен, даже если мы, как бы, это, ну, инструмент, с помощью которого мы делаем резервную копию, он успеет это сообщение забэкапить, но дальше, то есть или, сори, сори, он не успеет это сообщение забэкапить, да, и пойдет дальше, там, ну, какую-то другую таблицу уже копировать, то есть делать резервную копию. И потом, когда он дойдет до таблицы тем, эта тема будет уже отправлена человеком. Понимаете, и эта информация, то есть там, ну, к примеру, вот я делаю резервную копию с помощью Cypex Dump, это он подхватит эту новую тему, а сообщений там в нем, сообщений в нем в этой теме не будет. Ну, вот, с самой резервной копией его не будет. Понимаете? Ну, как бы, ну, так потом пережуете эту информацию, понимаете, что, может, немножко запутанно. Вы потом, ну, поймете, если на самом деле все очень просто. Поэтому, проще говоря, отключаем форум, и только потом делаем резервную копию базы данных. Файлов резервную копию можно делать при включенном форуме. То есть файлы просто себе копируются, пользователи могут там что-то создавать. Это не имеет такого большого значения, как вот отключение форума при резервной копии базы данных. Итак, форум отключили. В первую очередь делаем, естественно, резервную копию базы данных. Открываем FTP. Вот наша папочка с нашим форумом. Вот она, да? Так, тут уже Cypex есть. Я его удалю сейчас. Скачиваем с сайта. Сайт у нас Cypex.net. Cypex.net. Здесь вот есть ссылка скачать. И скачиваем. Cypex дампер. Вот это бесплатная версия. Про-версия платная. В чем отличие? Давайте так немножко остановлюсь на этом. Ну, я как бы не то, что там рекомендую делать резервную копию баз данных с Cypex дампером. Ну, он удобный, по крайней мере. Мне нравится с ним работать. Он простой и удобный. То есть, вот так, в общем. Через PHP мы, естественно, я не делаю. Это вообще крайние случаи какие-то. Если там бывает так, что не работает Cypex. Есть такие хостеры, у которых почему-то этот скрипт не хочет работать. Не знаю, заблокирован что ли. Ну, не разбирался. Какой-то попадался хостинг. Что-то Ukraine.com.ua, по-моему. Ну, не помню. В общем, про-версия. Что она позволяет делать? Давайте я все-таки потом остановлюсь на различиях. Про-версия от обычных. В общем, скачиваем обычную версию. Если хотим, покупаем про-версию. Она там стоит, читаю, около 10, по-моему, долларов. Ну, не помню. Или 5 долларов. Там бывают скидки, в общем. Так, скачали, да? Вот у нас. Ну, у меня уже папка эта готова. Вот она. SXD. И заливаем эту папку на FTP. Заливаем и ждем. Залили, да? Теперь. Теперь эту папку очень желательно переименовать. Потому что все, как бы, да, опытные администраторы, ну, хакеры и так далее. Они в курсе, что с ApexDumper, у него папка по умолчанию называется. SXD. То есть, они в курсе этого. И, как бы, если он зайдет, любой человек, на ваш форум, да? Ну, давайте вот так вот. Упс. Ну, ладно. И такой попробует... Слушай, не стоит ли у него там SXDumper. Сейчас посмотрим. Он просто ввел SXD в адресную строку, да? И все. Ему открылся SXD. Дальше, там, пошел бротить, там, ничего, ничего не занимается. Поэтому не нужно так делать, как бы, сыр, да, подлаживать, как бы, таким вот нехорошим людям. Поэтому мы переименуем папку. Я обычно оставляю первые три символа, чтобы быть в курсе, что это за папка. Что если я введу, там, такую абракадабра, да? Там еще какая-то папка будет, допустим, там, SAP или еще какая-то там, Яндекс. И потом буду путаться. Поэтому первые три символа я оставляю для того, чтобы понимать. Ну, и тут уже добавляю, там, как я хочу, без разницы, это запоминать нам не надо. Ну, я введу имя, которое мы введем. Ну, это всегда можем на FTP посмотреть. Все. Есть у нас папка переименована. И теперь там зайдет этот человек. Попробует, то есть, эти... Ну, извините, нет такой папки, в общем. Поэтому не сможет воспользоваться, не сможет вызвать сайпекс-дампер. Так. Все. Переименовали. Потом не нужно, как бы, спешить, не нужно вызывать сразу эту папку в браузере, потому что нам нужно сначала... Ну, в инструкции сайпекса есть эта информация. Нам нужно установить атрибуты, ну, права, да? Почему? Три семерки на папку backup. Это для того, чтобы сайпекс смог сохранить файл резервной копии базы данных в эту папку. Все бэкапы хранятся в папке сайпекса с названием backup. Затем нам нужно поменять атрибуты на вот эти два файла. ESVG и ESS. Меняем их на три шестерки. Поменяем. Теперь можем уходить в наш скрипт в сайпекс-дампер. Пользователи пароль. Некоторые ошибаются, они начинают вводить единый пароль пользователя на форуме, да, свой вот. Ну, это неправильно, потому что сайпекс, он как бы не относится вообще там к форме, он не знает, какие у вас там пароли, логины. Этот скрипт работает с базой данных, поэтому в это окошко нужно вводить данные от базы данных. Пользователи пароли, который прикреплен конкретно к этой базе данных. Это может быть записано у вас где-то в файлах, эта информация, чтобы вы там, ну, не забыли, каждый для себя там где-то записывать в блокнотах или на компьютере файлах, не знаю. В общем, ну, эту информацию, если там вдруг вы забыли, там не помните или нет у вас этого носителя информации, на котором все эти дела записаны, это все можно посмотреть в конфиге Xenfor. Открываем папку library и файл config.php. Открываем его, ну вот смотрим, юзернейм, да, поле юзернейм, то есть это имя пользователя базы данных. Вводим, затем пароль, пароль для этого пользователя, все вводим. Остальные поля нас не интересуют, там название базы и так далее, нам это не интересно. Нам нужно ввести только логинный пароль. Еще есть такая фишка, ну, язык можно оставить авто, он как бы он вот так на русском. Есть еще такая фишка, что вот, когда вы нажмете кнопку войти, ну, я пока не буду нажимать, потому что я сразу перейду в этот скрипт. Есть такая фишка, когда вот вы вроде бы ввели правильное имя пользователя и пароль, но Cypex не пускает вас. Вы нажимаете кнопку войти, а вот окно как было, так и осталось. Ну, там что-то перезагрузилось и все. И не пускает вас. Вот многие начинают ломать голову, что что-то случилось. Права у нас настроены. Если бы были неправильно настроены права на папку бэкап и два файла, то при попытке войти в Cypex, вам бы там сверху висела такая надпись, что, ну, в общем-то, нужны права. Поэтому, вот, скорее всего, ну, как бы 99% того, если вот так происходит, что Cypex не пускает, именно, как бы, страница не меняется. То есть, мы видим формулу для ввода логин и пароля, тогда у вас, как бы, вот в деталях хостинг и порт. То есть, хост и порт. Значит, они у вас нестандартные. Стандартные это вот localhost, хост санда и порт 3306. Это стандартные, как бы, на большинстве там серверов работают такие данные, хост и порт. Но ваш, там, форум, ну, там, сервер, не знаю, может работать на других данных. То есть, на другом хосте. Вот некоторые хостеры, ну, сейчас не буду, как бы, вспоминать, не помню, это не столь важно. Они предоставляют там свой хост. Ну, он как-то там называется иначе. Поэтому мы, опять же, смотрим в этот конфиг. Потому что в конфиге, если у вас форум работал, да, работал нормально, то есть, он с базой данных связывался, все было хорошо. Значит, в конфиге у вас вся информация правильная. Она вся актуальна и корректна. Ну, в моем случае все стандартно, localhost и порт 3306. Но если у вас иначе, тогда переписываем хост и вбиваем его сюда. Вот видите, у меня тут уже где-то есть такие дела. Вот какой-то мастер хост. Да, вот он какие-то свои, свой хост предоставляет. Вводим сюда. Если порт у вас не 3306, какой-то другой, то мы вводим и порт. Если 3306, мы не трогаем, можем оставлять пустой, потому что там в скрипте с айпекса по умолчанию этот порт прописан. То есть, вот так, да? Поняли. Теперь, поняли, нажимаем кнопку «Войти». Вошли. И вот перед нами уже когда все опции, инструменты именно этого скрипта с айпекса. Значит, ну, вам это, конечно, надо делать все быстрее, потому что пользователи не хотят долго ждать. Это я вам просто рассказываю. Вы там потренируйтесь где-то, может, на локалке или ночью на своем форуме. Перешли мы в этот скрипт. И для того, чтобы сделать резервную копию базы данных... Кстати, по умолчанию, после того, как мы вошли в айпекс, по умолчанию открывается страница экспорта. То есть, именно выполнение резервной копии базы данных. То есть, вот это экспорт. Импорт – это когда вы, наоборот, хотите импортировать бэкап в базу данных. Поняли? Вы поняли. У вас есть резервная копия, и вы хотите как бы интегрировать ее, симпортировать ее в форум. Там он у нас был повреден, может быть. Ну, это мы тоже как бы обсудим. В общем, переходим на вкладку «Экспорт» и смотрим. Нам нужно сделать резервную копию нашего форума. Нашего форума название базы данных «Aquaform». Вот мы в конфиде это все дело видели. Ну, у меня здесь одна база данных прикреплена к этому пользователю. Поэтому мы видим одно. Если же у вас один пользователь, к примеру, прикреплен ко всем базам данных, чего я бы не рекомендовал. Потому что если заполучат эти данные, то могут слить все базы. Тогда выбираем из списка необходимую нам базу данных. То есть, ну, вот мы выбрали, да, вот в скобках и здесь указано количество таблиц в этой базе данных. В поле «Кодировка» мы ничего не трогаем, оставляем авто. Вот это нужно, как бы, это нужно поменять в случае, если у вас там какие-то проблемы с кодировкой. Но мы это в этом видеоуроке не обсуждаем, поэтому мы оставляем авто. «Сжатие». Ну, здесь, то есть, можно ставить по умолчанию «JZip7». То есть, это насколько сожмется, как бы, эта резервная копия. Ну, вот, там, архиватор сжимает какие-то данные. В принципе, то же самое. «Комментарии». Вот «Комментарии», ну, каждый для себя тоже делает, как бы... «Комментарии разные, как ему удобно». Я, допустим, смотрите, ну, вот, к примеру, у нас будет такая ситуация, что мне нужно обновить форум. Вот, форум сейчас работает на версии Xenfor 1.1.3. Вышло, там, допустим, 1.2. И я вот перед обновлением, я делаю резервную копию базы данных и файлов. Почему? Потому что, и вам рекомендую, потому что, особенно новичкам, потому что, если вдруг произойдет такое, ну, некорректное обновление форума, опять же, там повредятся какая-то информация, какие-то данные, ну, то есть таблицы, базы данных, да, то, если вы сделали перед обновлением резервную копию, ну, вообще-то, 5 баллов вам. Потому что вы, после того, как заметите некорректное обновление, вы себе спокойно можете восстановить форум, который был до обновления, что файлы, что базу данных, и все, и работать себе дальше. Все у вас будет отлично. Если же вы этого не делали, ну, тогда вам будет сложнее, как бы, опять, заработайте себе ничего, кроме геморроя. Пользователи, форум пользователей будет недоступен, будут там валиться ошибки в базе данных. Ну, если вам охота вообще копаться и гневить своих пользователей, то вы, как бы, вперед можете рисковать. Я же рекомендую делать резервную копию. И поэтому в комментарии я пишу, ну, как бы, не пишу там какие-то поэмы, стараюсь сокращенно это делать, XF. Пишу там версию, да, какая перед обновлением. Все. Затем, больше, как бы, ничего не трогаем. Эти опции, сами поймете, я не буду о них рассказывать, я ими не пользуюсь. Почему? Потому что я не оставляю резервную копию на FTP. Все. Ввели комментарий, выбрали базу данных. Нажимаем кнопку выполнить. Еще есть такой момент. Вот в Cybex можно еще выбрать таблицы, которые мы хотим экспортировать. Тоже бывает нужно. Вот в Cybex дампере. Обычная версия, неплохая версия. Есть тоже такая опция. В принципе, как и в Pro тоже. Импортирование отдельных таблиц, базы данных. То есть мы можем выбрать какую-то, допустим, одну таблицу и ее, то есть не импортировать, а экспортировать. То есть бэкап какой-то отдельной таблицы. Но в нашем случае нужно делать бэкап всей базы данных. Поэтому на всех таблицах у нас должны стоять вот такие вот птички. Так. После чего мы нажимаем кнопку выполнить. И ждем. Вот пошел процесс экспорта таблиц базы данных. Ждем его окончания. Вот все. В принципе, написано сколько записей, размер файла. То есть сжатие. С посредством сжатия GZip7. И сколько времени на это затрачено было. Все. Что делаю я дальше? Я нажимаю кнопку скачать. Форум в принципе уже все. Можно включать. Потому что резервная копия уже выполнена. Включаем форум. Может работать. Нужно продолжать свою работу дальше. И, ну, там не знаю, как вы там сохраняете такие данные на своем компьютере. Я, допустим, называю папку backup. И здесь под папку с названием GZip7. И здесь под папку с названием GZip7. моей версии, моего форума, версии Xenforo 1.1.3. Сюда мы обнимемся фамилии. Файлы наши. Все. После чего можно удалить наш бэкап. Удалить его можно, этот файл, я имею в виду, удалить можно двумя способами. Прямо с айпекса. Нажимаем кнопку файлы. Выделяем. Нажимаем кнопку удалить. Или прям с FTP. Папочка у нас. Backup. Открываем. Вот у нас этот файл. Нажимаем Delete, Enter. И все. В общем, как хотите, как он удобен. Удалили. Теперь, после этого, вот обновляем, видите, файла здесь нет. После этого, как мы выполнили в зерной группе базы данных, нам нужно либо удалить папку с айпекса, чтобы она не была доступна. То есть ее могут просканировать поисковые системы, что не есть хорошо. Либо же поставить на нее атрибуты. Просто вот 0. Поставить 755. Вот сейчас доступен. Смотрите, я обновляю страницу с айпексом. Он доступен. Если я поставлю 0, я обновлю страницу с айпекса. Нет, в общем, нет прав. Да. Это нужно делать, ну, обязательно. Чтоб он не был доступен из адресных строков. Там браузер, то есть PHP и так далее. Вот я даже сейчас попытаюсь сброшу кэш папок. Попытаюсь зайти. Видите, не могу не пускать. Потому что стоят тут такие атрибуты. В общем, вы делаете как хотите. Можно папку-то удалить. Потом, перед тем, как будете делать резервную копию, снова залить. То есть там ничего сложного. В начале видео я рассказываю, да, какие-то атрибуты ставить на каталоге, на файлы и т.д. Можно поставить просто на папку не удаляю, поставить атрибут от 0. То есть смотрите, как вам удобно. Как вы хотите. Вот, в принципе, и все. Что касается резервной копии экспорта базы данных. Если у вас случилась, произошла такая ситуация, что если у вас произошла такая ситуация, допустим, там повредилась база данных или какая-то табличка базы данных, мы можем сделать импорт. То есть у нас есть резервная копия. Мы можем сделать импорт нашей базы данных. Ну, давайте я покажу, как это делается. То есть мы делали экспорт. А теперь коснемся импорта. Форум, допустим, представим, что он у нас не работает, потому что повреждена база данных. Либо же мы там не можем идти в какую-то тему или список пользователей открывается. Неважно. В общем, мы выявили, что у нас повреждена база данных. Если же ситуация такая, что вы не знаете, какая таблица повреждена, или вы уверены в том, что вам нужно разворачивать полный бэкап базы данных, тогда нам нужно полностью удалить таблицы нашей базы данных и потом уже делать импорт резервной копии. Если вы же каким-то чудом выявили, или у нас на форуме спросили, вам сказали, что подсказали, возьми просто импортируй из бэкапа какую-то таблицу. Там вы сделали это тогда. В общем, это немножко как бы разные случаи. Я сейчас покажу, как это делать. Если же... Давайте сразу покажу. Я как бы не буду делать... Или нет, давайте все-таки сделать. Так. Первое. Ставим атрибуты на папку с айпексом 755. Чтобы у нас был доступен. Вот он у нас. Так. Бэкапа у нас... То есть резервной копии файла у нас нет. Поэтому мы закидываем в папку бэкап нашу резервную копию базы. Ждем, пока файл зальется. Вот уже индикатор. Ну, а в это время идем... Форум... Ну, если как бы админ-класс открывается, вы можете отключить форум. Лучше его отключить. Затем открываем phpMyAdmin. Открываем нашу таблицу базы данных. Вот она. Нашего форума. Видим этот весь список. Отмечаем все... Отмечаем все таблицы. И удаляем. То есть... Она как бы база. И так повреждена. Хотя нет. Давайте я сделаю... Нажму кнопку нет. И мы сделаем еще раз. Бэкап базы данных. Еще раз. Это у нас было перед обновлением, к примеру. А это будет xf113. Проблемная. Ну, я так напишу, чтобы вы понимаете. Допустим, вот у нас с этой базой данные какие-то проблемы, ошибки. Я рекомендую сделать на всякий случай все равно дамп этой базы, даже при том, что она проблемная. На всякий случай. Вдруг она нам понадобится, потому что, к примеру, у вас нормальный дамп, да, с непобврежденными таблицами. Вы там делали неделю назад, к примеру. Ну, и как бы не хотелось стрелять какие-то данные. Ну, в общем, случаи разные бывают, и она все-таки может пригодиться. Поэтому не пожалейте там несколько секунд на снятие дампа свежей базы данных, даже если она проблемная. То есть, я оставлю такой комментарий, пишу. Потому что вдруг, понимаете, если вы не сможете сами решить проблему, обратитесь к какому-то человеку, который в этом разбирается. И вот он вас попросит, вы ему дадите резервную копию удельной давности. Он скажет, слушай, я посмотрел, нет, повреждены как бы, ну, не столь важные таблицы. то есть, я могу восстановить тебе сообщение там темы регистрации пользователей вот со свежей. Вот так, которая вроде бы как была проблемная. Дай мне это дамп с якобы проблемной базой. Я как бы восстановлю, ну, с двух бэкапов сделаю как бы одну базу. у тебя будет все свежее, последнее там все записи. Ну, почти все. А вы оп, скажите, да я не делал такую резервную копию, посчитал, просто она проблемная, таблицы какие-то побиты, я не стал выиграть. Ну, тогда разверну тебя, у тебя будет форум на неделю назад, возвращаемся как бы в прошлое. Понимаете, для чего это нужно. поэтому рекомендую делать помимо того, что у вас есть предыдущий бэкап нормальный, целостный, корректный, сделать резервную копию свежей, свежей базы, при том, что она проблемная. Нажимаем кнопку выполнить, все то же самое. Все. есть у нас этот бэкап, у нас их два теперь. Видите, нажали кнопку файлы, видим, что у нас два бэкапа, один с проблемной базой, второй перед обновлением. Потом идем в phpmyadmin, открываем нашу базу, видим таблицу, которую база, мы представим, что некорректно она работает, у нас сыпятся ошибки, на форум в тему нельзя войти, в разделы тоже дают ошибки базы данных, и так далее. Отметили все таблицы, выбрали пункт удалить, ждем, нажимаем туда, все, таблицы нашей базы данных нет, здесь можете увидеть эту надпись. Что делаем теперь? попробуем зайти на форум, извините, ошибка, нет, нет таблицы базы данных. Теперь нам нужно импортировать нашу резервную копию в готовую базу данных. Почему рекомендую удаление таблицы, не самой всей базы данных? Чтобы вы потом заново не создавали базу данных, не придумывали пользователя логии на пароле к нему. Просто зашли в таблицу, удалили конкретно таблицы базы данных. Все. Не трогая при этом юзера базы данных и саму базу. Идем в Cypex, нажимаем кнопку импорт, что мы будем импортировать, разворачивать, как их еще называют backup серии на базе. В базе, то есть выбираем базу данных. Вот сейчас мы если видите в скобках 144, это еще как бы старые закешированные данные, показываю, что якобы 144 таблицы наших базе данных. Обновим страниц, нажмем импорт, мы увидим, что ноль на самом деле таблиц нет. Перешли в импорт, выбрали базу данных, которую нам нужно импортировать, резервную копию. Поле кодировки оставляем автор, вообще не трогаем ее. Здесь в поле файлов у нас будет список всех файлов, которые лежат в папке backup. Обновим и сейчас два файла будет. Мы выбираем тот, который нам необходим. И смотрите, по комментарию, хоть в имени файлов пишется, записывается дата, когда мы делали эту резервную копию, но мы-то не можем запомнить, что в такой-то 14.29 например, мы сделали дамп проблемной базы данных, а вот в 10.06 это у нас было не проблемно, а нормально. Мы не можем этого. Кто-то если записывать где-то в блокнотике, туда. А так, комментарии нам помогут разобраться, где какая база. Перед данным явлением или проблемная. Естественно, будем импортировать нормальную базу данных, корректную. Проблемную не будем, потому что у нас будем считать, что у нас еще нет знаний с двух дампов делать один. так, выбрали нашу базу данных. Здесь стратегия восстановления оставляем. Это поле помолчанной коррекции кодировки тоже оставляем. Вот о чем я говорил, это то, что о чем я говорил, упоминаю про версию сайпекс-дампера. это о том, что про версия позволяет нам импортировать отдельные таблицы. То есть, любая из версий позволяет экспортировать отдельные таблицы, но только про позволяет нам делать импорту. Видите, я нажимаю тут, ну, хотел как бы выбрать какие таблицы импортировать, которые нет, мы пишем эту опцию доступна только в про версии. Поэтому мы можем развернуть только весь, весь полный бэкап, к сожалению. Ну, знаете, случаи редкие, когда необходимо развернуть только там конкретные какие-то таблицы, но бывают, поверьте, бывают тот же случай, когда вот человек, допустим, говорит, что у вас повреждены там только две таблицы и можно будет все как бы малой кровью сделать, просто импортировать со старого бэкапа вот эти две таблицы и все. Ну, к примеру, такой случай произошел. Вот в обычной версии с Айпекса вы не сможете это сделать. Нужна про версия. Про версия приобретается, ну, это все делается на официальном сайте, я его приводил в видеоролике там где-то в начале. По-моему, стоимость ее около что-то там 10 долларов, хотя там у них тоже часто бывают какие-то скидки, акции. Лицензия приобретается на домен, на один домен. То есть, вы там при покупке лицензии вы указываете домен, к которому будет прикреплена эта лицензия, заливаете потом на свой хостинг и вы работаете с этим сайпексом. Но, что я еще хочу сказать, про версию можно, вот, если у вас будет, у вас, к примеру, несколько сайтов, штук 5, лицензию сайпексу вы приобретали на один домен, а проблема возникла над рукой. И ничего страшного, делаете дамп базы с проблемного с проблемного форума или сайта. И можете установить про версию сайпекса на локалку. Если у вас есть локальная то есть, локальная сервер на своем компьютере. Ну, к примеру, денвер. Ставите про версию она будет работать. То есть, разработчики сайпекса говорили они предусмотрели такие случаи, что человек у него 10 сайтов не очень хочется для 10 сайтов покупать. Поэтому, если есть локалка, локалхосте может использовать про версию. Там не идет проверка подамен и так далее. Либо, если нет локалки, вы это можете все делать на том сайте залить сайпекс про версию на тот сайт, для которого куплена была лицензия. Но у вас эта база будет от другого сайта. Сайпекс это не важно. Он не различает для какого сайта у вас одна база, вторая. Он проверяет то, что у вас написано в адресной строке. про версию там допустим приобретена она у меня на clamaridmusic.ru Вот на этом сайте она и будет работать. Вот эта про версия. То есть я на своем сайте могу ваш бэкап развернуть. Не без разницы. Понимаете в чем дело? Поэтому тоже есть такой второй вариант. На локалке или на домене приобретена лицензия. Так поехали. Едем дальше. Выбрали мы нашу базу данных. Все таблички все тут кодировка авто все это мы не трогаем. Единственное вот в импорте мы выбираем базу данных которую импортировать бэкап и сам файл. Все остальное мы ничего не трогаем. Нажимаем кнопку конечно кроме того как нужно будет нажать кнопку выполнить нажимаем поехать вот идет импорт таблицы ждем ничего не трогаем не прерываем не нажимаем паузу если у вас очень большой форум то нужно иногда поглядывать на эту страничку сайпекс может писать что пример у вас там очень много сообщений или тем на форме у вас очень крупный может написать что на таблице пост как бы он немножко притормозил для того чтобы ослабить нагрузку на сервер нужно нажать кнопочку продолжить появится такая ситуация в принципе сайпекс все напишет что нужно делать в нашем случае все дамп развернут пишет видите размер файла 26 мегабайт в сжатом состоянии Gzip 7 по способу 3.70 3.69 вот времени затрачено столько это включение индексов бывает еще да вот если у вас большой данный маленький если у вас большая база данных то как бы времени затрачено будет на разворачивание бэкапа немного больше ну или там не на много тоже зависит от вашего сервера и обязательно дождитесь когда будет такая надпись что задание успешно выполнено записи столько размер файла какое-то время затрачено столько если вы прервете вот чтобы не было таких ошибок когда вы там прерываете или закрываете страницу на этапе включения индекса ни в коем случае этого не делать дождитесь индексы могут включаться в некоторых случаях очень как очень долго такое тоже понятие как бы растяжимая ну долго скажем так да тоже зависит от конкретной базы данных поэтому обязательно дождитесь пока включатся индексы и сайпекс напишет что база данных такая это в основном резервная копия все смотрите проверяем можем зайти обратно в наш hpmyadmin выбрать нашу базу данных смотрим проверяем есть ли таблички да отлично все есть таблицы есть форум работает да отлично все видите мы развернули базу все можем себя с этим поздравить то есть форум у нас нормальный работает там проблем да проверили проблем никаких нет форум еще не включаем не включаем не спешим потому что ну как бы тоже нужно проверить если у вас какие-то проблемы были вы в первую очередь проверьте есть ли они на форуме или нет только потом включайте форум потому что если вы сразу поспешите его включать там кто-то уже напишет сообщение зарегистрируется вы уже потеряете у вас этих данных не будет у вас последняя резервная копия которая сделана она будет без таких сообщений пользователи потратят время на добавление какого-то контента все проверили все работает только потом включаем форум представим что мы это дело все проверим все отлично включили работаем дальше потом разберем такой случай когда нам нужно кстати про версию с айпекс дампера позволяет еще менять кодировку я не буду этого делать доказывать вам сами потом разберетесь почитайте в интернете может быть разберем такой случай когда нам нужно восстановить отдельную какую-то таблицу давайте все-таки попробуем это сделать так я так как у меня есть лицензия с айпекса для этого домена я обновил файлы поставил про версию с айпекса вот смотрите импорт выбираем базу данных и вот о чем я говорю вот у нас птички мы можем выбрать таблицу импортировать какую также вот есть такая штучка как сервисы в обычной версии нету некоторых кнопок допустим дополнительного поможем изменить исправить кодировку какие вот отличия давайте разберем случай когда нам нужно импортировать какую-то конкретную или конкретные таблицы то есть не весь дамп перезаписывать данные другим дампом а именно какие-то конкретные таблицы давайте это разберем сейчас покажу делать нужно тогда когда вам сказали что вот так и так человек который скажем так авторитетный для вас понимает толк в этом все вот он говорит импортирую вот эту таблицу в свою базу со старого бэкапа к примеру и все будет ок или же по каким-то другим причинам нужно будет импортировать отдельную таблицу базы данных так что мы для этого сделаем вот к примеру у нас проблемная это я взял да только что удалился так сейчас импортируем по-быстрому и вот представим что у нас представим что у нас нет данных в таблице пост к примеру ну или в какой-то другой таблице то есть она какая-то покореженная мы заходим и нам посоветовали то есть дали посоветом или например на официальном форуме да у вас есть лицензия на официальном форуме на нашем русскоязычном дали такой совет что возьми импортирую там таблицу там не знаю админ лог к примеру мы идем пишем и админ так как у нас эта табличка поврежденная допустим выделяем ее отмечаем то есть и удаляем удалили теперь же выбираем вот у нас ее сейчас нет давайте таким порт смотрим экспорт админ админ лог ну а да забыл подтвердить смотрю в экспорте админ лог да пропал в общем мы удалили ну вообще в идеале надо было конечно сделать бэкап перед тем бэкап базы данных перед тем как мы вот я только что удалил таблицу админ лог у меня что-то вылетело из головы если вы будете будет у вас такой случай сделаете это в перемещании там в комментарии укажите что перед удалением админ лог таблицы да чтобы потом разбирались где какой у вас бэкап если у вас будет резервных копий файлов 10 штук вы просто запутаетесь без комментариев не поймете где какой с какими данными в каком они есть в каком они были удалены и так далее будет сложно разобраться так удалили табличку и к примеру вот у нас вот этой таблицы вот о чем я говорил якобы вроде бы проблемная в общем плане база данных была резервная копия но вот табличка админ лог у нас нормально нам ее нужно импортировать ну или же человек сказал что вот с такого дампа возьми импортируй например мы выбираем издет птички и выбираем конкретно на админ лог вот видите уже 143 в скобках то есть одной таблички у нас нет в импорте опять же выбираем базу данных в которую нам нужно импортировать эту таблицу кодировку вставляем выбираем здесь с какого файла резервной копии делать импорт и все то есть выбираем только таблицу которую нам нужно импортировать выбрали нажали выполнить все произошел импорт таблицы xf-admin-log включение индекса сколько записей и так далее времени тут затрачено в общем вот такие пироги так я сейчас как бы удалю и этого уже вам делать не нужно я просто удалю сейчас таблицу и разверну тот бэкап который мне как бы стоял вот он как бы экспериментировал на форме записывая этот видеоурок теперь мы рассмотрим рассмотрим создание резервной копии файлов что тоже как бы немаловажно так это дело мы сделали можно удалить теперь резервную копию все мы их удалили и в самом сайпексе ставим атрибуты 0 или удаляем вообще папку целом так это мы сделали сайпекс нам уже не нужен я уже как бы и нет на форме форм включили форм работает все отлично занимаются делами теперь вот перейдем как бы капу самих файлов есть два способа создания вот я как бы я делаю таким способом я сначала я делаю резервную копию файлов таким образом сначала делаю полный бэкап файлов всех а потом просто дописываю не знаю немножко тяжело вам так бы понять ну смотрите представим что у меня сейчас нет вообще никакого бэкапа файлов пустота им нужно слить все файлы на компьютер вот я могу это сделать разными способами первый это просто в фтп клиенте выбрать там все папки файлов файлы форума не хостинга там хостинга там тоже есть какие-то статистики там логов и так далее то есть это не нужная информация для бэкапа я могу выбрать это дело так и сливать выделить нажали и сливаем эти все файлы форума можно сделать так но такой бэкап будет делаться очень долго потому что при скачивании вот видите скачивается каждый файл то есть каждый мелкий файл вот у нас допустим файлы весят ну форум файлы форума весят 100 мегабайт если мы будем идти 100 мегабайт качать отдельным то есть одним файлом это будет намного быстрее чем мы будем скачивать 100 мегабайт ну по файлово вот такими мелкими файлами которые весят 2 килобайта каждый потому что между этими скачиваниями есть какая-то пауза и вот чем больше файлов таких мелких тем как бы и общая пауза понимаете в общем это будет долго поэтому поэтому так я сейчас удалю очередь я делаю иначе как первичный то есть первичный первый я делаю иначе смотрите я сейчас покажу ну тут у меня форум как бы он маленький я бы мог и через ftp скачать очень очень быстро ну форму у меня как бы маленький да но у вас может быть больше то есть папка там дата интернал дата много вложений аватар и так далее вы долго будете скачивать поэтому я лично рекомендую такой вот способ то есть ну каким я пользуюсь это ASP менеджере в панели управления хостингом это делается так все панели так в других прочих я не знаю узнавайте как бы своего хостинга или там гугле я буду показать на примере ASP менеджер заходим там через менеджер файлов ищем папку нашего форума выделяем так секунду тут надо это дело обновить вот что тут до сих пор папка с айпекса была выделяем первую папку нажимаем кнопку shift выделяем последнее время ну там файлы или папку все выделяем все теперь нажимаем кнопку архив то есть таким образом мы запакуем все все файлы и папки нашего форума в архив называем допустим 1.2.3 ну и ждем ждем когда запакует все это дело в один архив и его потом просто возьмем и скачаем скачать можем через ftp можем так через ASP панел то есть ASP менеджер как бы не важно потом я просто беру как бы разворачиваю этот архив то есть распаковываю архив форума в эту папку backup у меня будут точно такие же папки файлы будут на компьютере потом я просто через ftp через ftp вот уже готов архив нажимаем кнопку скачать ну у меня скачивается файлы не браузером качается вот у меня интернет download manager очень такая полезная программка я качаюсь с помощью вот смотрите о чем я вам говорил я распаковываю файл то есть архив вырезаю все это дело в папку backup файлы там и вот backup там версии 1.1.3 форм isp note я удаляю мне не нужен файл этот все возвращаемся дальше удаляем архив естественно папка и естественно удаляем сквозь сервера то есть все теперь смотрите видите полная общая идентичность вот этих всех файлов все намного быстрее скачалось вы видели да я там когда запускал скачание через ftp файлов ну времени там сколько 2 или 3 папки я скачал времени прошло как бы больше чем я скачал один архив после этого если при условии что у вас там не обновляется форум версия форума вы заходите ну вот когда вам нужно будет сделать резервную копию файлов в следующий раз заходите на ftp открываете там одной стране но папку с бэкапом файлов вашего форума выделяете вот пример давайте я сейчас наглядно покажу идем на форум заливаем какое-то вложение файл какой-то зальем так 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 пусть будет тестовое вложение пишем допустим сообщение такое отправляем то есть смотрите все у нас в папке уже добавлено еще одно вложение картинка то есть у нас как бы вот бэкап который мы делали там несколько минут назад уже немножко отличается от файлов на ftp то есть уже добавленный гинпф ну естественно и запись базе данных тоже поэтому мы ну как бы не нужно удалять эти файлы потом заново все их скачивать не надо все файлы вот форума да форума они одинаковые потому что как бы версия Xenfora у вас не менялась если поменяется вот если вы обновите форум там допустим будет 1.2 тогда естественно мы будем делать заново бэкап нашего форума потому что версия другая и вот дефолтные файлы дефолтные файлы форума они уже будут отличаться поэтому накатывающим бэкапом это дело не можно делать а если не менялось то делаем так смотрите выделяем и пошли вот он пишет что делает потому что ну что делать с файлами они как бы одинаковые я нажимаю пропустить все то есть пропускаю те которые одинаковые понимаете вот смотрите как быстро сейчас делается бэкап то есть он сейчас не скачивает те файлы которые уже есть потому что они же идентичны он скачает только то те файлы которых нет вот в нашем случае это было там вложение картинка быстро это он сейчас как бы делает анализ каталогов сравнивает какие файлы есть каких нет то есть и все нам не нужно будет заново там качать какие-то ну как вот я делал только что через SPM все таким образом делаем резервную копию нашего форума повторюсь файлы можно делать отдельно то есть не отдельно я имею ввиду при включенном форуме это не столько бы важно вот резервную копию базы данных можно делать при отключении так ну что он там что он там что он там ну как бы сравнивать еще давайте пока может что-то вспомнить что еще хотел объяснить или рассказать да смотрите какой нюанс бывает так что не выдерживает SPM менеджер делать архивировать за один раз все файлы и папки форума ну это вот на больших форумах это да сказывается особенно у которых там ну большие папки с вложениями там это картинка это дт и так далее и тому подобное поэтому можно делать частями к примеру выбрали эти папки заархивировали на там потом следующую сделали архив и потом как бы все остальное сделали архив с частями потом распаковываем на компьютере и содержимое всех этих папок соединяем в одной все вот так это решается проблема на самом деле даже не проблема все видите как быстро у нас накатился быкат мы сделали не новый мы накатили то есть все новые какие-то данные записали сюда но опять-таки хочу вот еще какой нюанс если вы редактировали какой-то файл или вот вы заливали новую версию какого-то плагина вот вы обновляли какой-то плагин у себя на форуме естественно эти файлы там плагина перезаписались но здесь они останутся старые резервные копии они останутся старые поэтому тут еще ну вот флешф.xp есть такая фишка как как бы перезаписать вот смотрите перезаписать тут правило да если вот размер ну это все в FTP клиенте настраивается если размер там меньше равно больше или отличается вообще вот в нашем случае наверное будет актуально если отличается или там дата время время отличается понимаете то есть вот так настраиваем правило ну Flash xp нажимаем окей и все оно будет создано и потом нажимаем перезаписать то есть пропустить все и те файлы которые отличаются там допустим размером или датой они будут перезаписаны все залить файлы от новой версии плагин все игра не стоит свеч в общем это все можно будет сами плагины можно будет накатить а если вы редактировали файлы самого форума чего я крайне не советую делать вообще ну тогда тогда лучше конечно делать просто записи в текстовый файл блокноты там свои делать записи в каком файле что вы на что меняли удаляли или добавляли какую-то запись или изменяли то есть я вот отлично делаю так если у меня такая есть необходимость ну в принципе вроде бы все все рассказал все объяснил даже разжеванно по-моему вообще самый длинный видеоурок который я делал для касательно вообще вот ксинфора вроде бы ничего не пропустил будут вопросы задавайте на нашем форуме спасибо всем за внимание все добро